Девушки отдыхают В тот день доктора объявили ее матери, Розанне, что ребенку не удастся чего-либо добиться в жизни из-за ее особенностей. Ох, если бы они знали, как сильно они ошибаются. Розанна понимала, какие трудности ждут ее дочь, но сделала все, что могла, чтобы дать ей возможность развиваться как личности. Звучит печально, но в детстве другие ребята не принимали Мадлен, а некоторые взрослые не позволяли детям играть с ней. Но та любовь, которую она получала от собственной семьи, позволяла ей переносить невежество окружающих. В 2014 году Розанна привела дочь на показ мод. Это событие навсегда изменило жизнь Мадлен. Тогда ей удалось осознать свою настоящую страсть. 18-летняя девушка в тот день сказала матери, «Мама, я модель». Сразу после этого она решила, что хочет дефилировать по подиуму, как те роскошные модели, которых они видели. В тот момент ее мать окончательно поняла, что дочь ждет успех в любом деле, которое ее заинтересует. Конечно, модельный бизнес абсолютно беспощаден, но Розанна поклялась поддержать дочь, чего бы ей это ни стоило. Поставив перед собой цель, Мадлен начала к ней свой путь. Несмотря на то, что синдром Дауна, как правило, приводит к замедлению обмена веществ, и лишний вес – общая проблема для таких людей, Мадлен удалось сбросить 20 килограммов с помощью диет и упражнений. Затем мать отвела девушку на первую профессиональную фотосъемку, которая ей очень запомнилась. Эти фотографии быстро стали вирусными в Фейсбук. Люди поддерживали и вдохновляли ее своими отзывами. А через некоторое время Мадлен начала получать предложения от модельных агентств, а позднее стала настоящей звездой индустрии. В 2015 году Мадлен впервые появилась на подиуме. В том же году она получила престижную награду – «Модель года» на Международной неделе моды в Сан-Франциско. Она уже приняла участие в шести сезонах недели моды в Нью-Йорке, Парижской недели моды и недели моды в Лондоне. Но и это еще не все. На сегодняшний день Мадлен уже выступила на более чем сотни показов по всему миру. Ее представили публике журналы Vogue, Cosmopolitan и New York Times. Однако этим деятельность девушки не ограничивается. В 2017 году на неделе моды в Нью-Йорке Мадлен явила миру свою первую коллекцию одежды. «21 причина почему». Название выбрано в связи с дополнительным генетическим материалом Мадлен – ее 21-й хромосомой, которая сделала ее той, кем она является сегодня. Ее путь к успеху был настолько поразительным, что журнал Forbes назвал Мадлен революционной личностью. И эта великолепная девушка не только в корне изменила индустрию моды, но также разрушила ярлык инвалидности. Она подтвердила, что красота возможна в любой форме, что ничто не способно помешать вам на пути к воплощению мечты. Но Мадлен не только улыбается и позирует перед камерой. Она уже приняла участие в бесчисленных социальных инициативах и благотворительных акциях, цель которых – привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями. Мадель также открыла собственную школу танцев в родном городе, где люди с инвалидностью могут получить бесплатные уроки. Что касается ее планов на будущее, Мадлен недавно заявила в одном интервью, что планирует принять участие в показе Victoria's Secret и изменить историю, став первым ангелом с седромом Дауна. И, учитывая красоту девушки, ее упорство и стремление к успеху – это вполне может произойти. Но Мадлен Стюарт не единственная девушка, меняющая шаблоны индустрии моды и стандарты красоты. Манекенщица Мелани Гайдас из Нью-Йорка также взывает конклюзии и благосклонности. У девушки редкое генетическое заболевание, которое влияет на рост зубов, волос, ногтей и даже небольших костей. Она страдает от облысения и отчасти слепа. К несчастью, людей пугала ее внешность. Они избегали ее или отпускали обидные шутки. Но однажды Мелани ответила на загадочное объявление на Крейг-лист, в котором сообщалось о поиске уникальных людей для модельной съемки. Так началась ее карьера модели. С того момента она успела поработать со многими именитыми фотографами и прославиться, появившись в клипе немецкой рок-группы «Рамштайн». Она также не раз появлялась на подиуме Нью-Йоркской недели моды и снялась в нескольких фильмах. Как призналась Мелани, ее успехи в карьере невероятным образом подняли ее самооценку и помогли принять себя. Еще одна модель, бросившая вызов традиционным стандартам красоты – Келли Нокс. Она родилась без левого предплечья, но никогда не желала скрывать это за протезом, даже в возрасте 7 лет. Просто ей было комфортно в собственном теле. В 2008 году она приняла участие в реалити-шоу и выиграла фотосъемку у знаменитого фотографа и публикацию в журнале Marie Claire. Позже она участвовала в лондонской неделе моды, а также в компании магазинов Деббинхэмс. Фотографии нашей прекрасной героини появились в популярных журналах, в том числе и в британском Vogue. В 2014 году ее включили в список Power 100, состоящий из наиболее влиятельных британцев с ограниченными возможностями. Девушка, достигнув многого в индустрии, заключила, что пора помочь остальным и стала соосновательницей компании «Многообразие, а не инвалидность». Ее цель – создать равные возможности для моделей с ограниченными возможностями. Она намерена изменить всеобщее восприятие инвалидности, показав, что она бывает модной и привлекательной. Робкая девушка из Испании также сделала многое, чтобы повлиять на образ шаблонной модельки. Альба Парехо родилась с редким заболеванием, из-за которого ее кожа покрылась родимыми пятнами. К возрасту пяти лет она перенесла почти 30 операций, пытаясь избавиться от них. В результате ее тело покрыли шрамы. И сейчас у нее более 500 пятен на коже. В жизни Альба часто подвергалась издевательствам со стороны других детей из-за своей внешности. В результате она начала стыдиться собственного тела. Однако девушка нашла силы принять собственную уникальность и опубликовала свои фотографии в соцсетях, поведав свою историю людям. К собственному удивлению, ее буквально окатило волной положительных отзывов. Вдобавок она поняла, что ни одна страдает от проблем с кожей. Так в ней зародилась уверенность, и она приняла участие в кампании за равноправие. Выигрыш стал для нее сюрпризом, и она начала работать моделью. Теперь вы можете встретить фото этой отважной девушки на билбордах, автобусах и в различных газетах. Альба считает, что человечеству пришло время принять тот факт, что все мы разные, и нам вовсе не нужно красивое тело, чтобы быть счастливыми. А какой своей уникальной особенностью гордитесь вы? Расскажите всем в комментариях. Если вам удалось узнать сегодня нечто новое, поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям. Подпишитесь, чтобы оставаться на яркой стороне жизни вместе с Эдми.